Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем змею. Делается не очень сложно. Тут важно, чтобы бумагу не порвать. Здесь один основной момент. И можно сделать ее или прямую, вот так вот волну небольшую закрутить, или можно в кольцо ее закрутить. Кому как больше нравится. Тут есть один важный момент. Чтобы змея здесь не порвалась, надо выбирать обязательно бумагу, потому что бумаг я несколько испробовал. Самой лучшей мне понравилась эта бумага перламутровая. Сделана эта змея из этой бумаги. Она получается и послушная, и более-менее не рвется. Односторонняя. А эту змею я сделал из другой бумаги. Она ближе к офисной бумаге. Вот эту использовал бумагу. И она получается по цвету матовая, двухсторонняя. Ну, она напоминает обычную офисную бумагу. Также послушная. Вот у нас обычная офисная бумага. Белая, послушная. И более-менее прочная. Производитель у нас здесь так обозначен. А здесь производителя нет на этой бумаге. Ничего не написано. Просто ориентироваться можно по самой обложке. Давайте начнем. Берем лист формата А4. Делаем из него квадрат. Этот угол закладываем на этот. Сильно здесь проглаживать не надо, чтобы у нас бумага не прорвалась потом, когда будем делать змею. Поэтому слегка прогладили. Наведем линию сгиба. Эту линию закладываем на эту линию. И надо не доходить, и не доходить миллиметра два. Может быть, даже еще больше. Потом, когда будем дальше складки сгибать, и они немножко сами подвинутся к центру. Вот и не дошел здесь. Миллиметра два с половиной, может быть, даже три. Эту линию к центру. Точно так же не доходим. Вот у нас здесь такое большое расстояние. Ничего страшного, так и должно быть. Эту линию точно так же закладываем. Здесь только надо придерживать, чтобы складочки у нас эти вперед не шли. И точно так же не доходим до линии. Эту линию к центру. Придерживаем складочку, чтобы не выползала. Этот уголок на этот уголок. Находим центр. Наведем точечку. Придерживаем этот уголок к этой точке. Здесь надо придерживать тоже складочки, чтобы они сильно не ползли вперед. И чуть-чуть не доходить до самой нижней складочки, чтобы сильно не смещалось быстро вперед. Разворачиваем. Делаем еще раз то же самое. Этот уголок к центру. Придерживаем. Эту линию закладываем к центру. Здесь надо быть аккуратнее, центральный придерживать. Так как он вперед, этот треугольничек выходит. Эту линию к центру. Это у нас хвостик формируется. Точно так же немножко не доходим до красной линии нашей центральной. Оно с каждым загибом получается. Бумага все ближе и ближе к центру. И поэтому это расстояние здесь уменьшается. Сейчас я покажу ближе, сколько здесь у меня уже осталось. Так. У нас уже это расстояние значительно меньше. Ориентируемся по вот этой точке. Вот я здесь ее перенесу. Вот наша точечка. Точно так же с другой стороны вот эта точка. Переносим. Складываем змею по этой линии. У нас складывается легко, потому что мы здесь запас дали бумаги. Поэтому здесь ничего рваться не должно. Но если у вас нормальная бумага, все сделали как выше я показывал. Вот наши точки. По ним мы ориентируемся. Делаем мы теперь загиб. Вот таким образом. Вот это наша точка. Это вот она. А сейчас дадим направление. Смотрим. Еще надо повыше поднять. Смотрим. Вот приблизительно вот такой угол, чтобы был не 45, а немножко потупее угол. Ориентируемся по этой складочке. Загибаем в одну сторону и в другую сторону. Раскрываем и этот треугольничек туда выталкиваем. Есть. Ориентируемся теперь по этой линии. Делаем то же самое. В одну сторону загибаем в другую. Раскрываем. И этот треугольник теперь выталкиваем в другую сторону. У нас голова формируется. Отлично. Этот уголок мы закладываем к этой точке находим линию, точечку и затем еще раз этот уголок закладываем сюда наверх. Пометим точку. Раскрываем. И теперь уже этот уголок к этой точке закладываем. и можно сделать складочку. Затем отгибаем уголок и немножко не доходим приблизительно вот так вот. Делаем, формируем язык змеи. Затем язык змеи. Затем эту складку мы закладываем сюда сколько получается и вот здесь линия сгиба будет приблизительно делаем. Делаем отлично. То же самое делаем здесь. Эту линию мы закладываем сюда приблизительно сгиб. отлично. Вот такой у нас получается язык. Здесь мы уголочек загибаем приблизительно. Вот таким образом формируем мордочку чтобы она была не такая острая. Ну, чтобы этих углов не было острых. с этой стороны точно так же загибаем приблизительно таким образом. есть. от этой точки до этой точки делим расстояние на 2. Я возьму с помощью линеечки 32 миллиметра приблизительно 16. Пополам поделим. и теперь от этой точки до этой точки у нас здесь будет линия сгиба внутренняя. Загибаем. Здесь один уголочек подцепил одну складочку и даем направление. С другой стороны делаем то же самое. Перенесем точку. и точно так же загибаем. Эти уголочки отгибаем. и раскрываем еще разочек вот так вот голову и закрываем. Сейчас пока немножко непонятно, но сейчас мы дальше будем делать будет понятно как оно и что. Здесь линия сгиба у нас остается прежняя. Вот так вот. есть. Прижимаем здесь поплотнее и складочки сами ложатся туда, куда надо. Здесь подравниваем. Отлично. вот наша голова здесь сформирована уже. Вот таким образом. и теперь потихоньку закручиваем вот получается в эту сторону. Можно в любую, кому какая больше нравится. И надо несколько раз прогнать, чтобы вот эта часть у нас не порвалась. А потихоньку аккуратненько даем направление, спешить не надо. и обратно еще раз назад. и обратно. и обратно. И обратно. и обратно. здесь немножко хвостик изогнем. Вот таким образом. хвостик 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 В качестве кружка используем на линейке, наведем, складываем пополам и с помощью ножниц вырезаем. Вот получились два таких кружочка и наклеиваем их в нужном месте, там где нам больше нравится, с помощью клея, клей обычный у нас ПВА. Делаем симметрично. И когда клей высохнет, нарисуем зрачок, немножко подогнул шею, чтобы здесь у нас расстояния этого не было, и рисуем теперь зрачок. Допустим, в эту сторону пусть смотрят. Вот такая мордашка получается симпатичная. Вот у нас получилась такая змейка. Какую хотите форму, такую и делайте, изгиба. Они одинаковые. Спасибо большое, что смотрели, спасибо за внимание. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем книжечку. Это у нас поменьше, из формата А4. Эта книжечка у нас немножко больше получается, из формата бумаги А3.